МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА и генерального директора акционерного общества «Самара-Нефтегаз» Ганни Гилаева. В памяти героев далекой войны в Серьевске прошел митинг, посвященный выводу советских войск из Афганистана. Молодому поколению о подвигах старших об афганской войне рассказали и воспитанникам секции «Самбо». Ветеран теряет игроков. Серия травм мешает опытной команде добиться успеха в чемпионате района по мини-футболу. В среду Серьевский район с рабочим визитом посетил генеральный директор акционерного общества «Самара-Нефтегаз» Ганни Гилаев. В здании администрации он провел встречу с главой муниципалитета. Самарский гость Алексей Веселов обсудили ход реализации совместных проектов на территории Серьевского района. «Самара-Нефтегаз» как социально ответственная российская компания всегда оказывает помощь тем регионам, на территории которых она добывает нефть. С 2007 года, когда компания вошла в состав группы нефтяной компании «Роснефть», была разработана программа социально-экономического партнерства с муниципалитетами. И с тех пор Сергеевский район и главное нефтедобывающее предприятие губернии связывает тесное взаимовыгодное сотрудничество. О том, как в дальнейшем будут развиваться эти отношения, шла речь на встрече Алексея Веселова с Ганни Гилаевым. Сегодня мы обсудили ряд вопросов, связанных с развитием компании. Посмотрели на определенные цифры. Ганни Гайсинович сказал о том, как развивается компания, какой объем средств. Он тоже увеличивается в вложении. Немного поговорили по вопросам экологии, связанным с переработкой попутного газа. Тоже у них большие планы. Это нас очень радует, потому что это экологическая обстановка в целом в районе. Ну и обсудили, конечно, социально-экономическое партнерство наше. Та программа, которая действует, в рамках которой мы сделали за этот короткий период, скажем так, пять лет, очень много объектов. Универсальные спортивные площадки, оборудование, экипировка для сборных команд района, работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство дворовых территорий, ремонт олимпа, домов культуры, обелиски, тротуары, установка контейнерных площадок, техника и многое-многое другое. За пять лет, с 2013 по 2017 год, самара «Нефтегаз» на благо жителей Сергеевского района в рамках партнерства выделила более 100 миллионов рублей. Надежда Щепакина, Дмитрий Сруков, телекомпания «Радуга-3». Далее пара слов о погоде на ближайшие выходные. По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье на территории Сергеевского района сохранится стабильная морозная погода без осадков. Ночью ожидается температура до минус 10-15 градусов, днем до минус 7-9. Суббота планируется солнечное, а вот в воскресенье небо, скорее всего, затянет облаками. Ветер южный и юго-восточного направления. Начало же следующей недели будет снежным. Согласно предварительного прогноза, уже в ночь с воскресенья на понедельник начнутся осадки, которые прекратятся только во вторник. Хотя данный прогноз, естественно, предварительный. Даже в ближайшие часы он может измениться. На этой неделе исполнилось 29 лет с момента вывода советских войск из Афганистана. В феврале 1989 года закончилась война, о которой не принято много говорить. За время афганских противостояний наша страна потеряла около 15 тысяч человек. Память тех, кто не вернулся из боя, почтили митингом, который состоялся в четверг на центральной площади Сергиевска. А я убит под Кандагаром. Так поется в известной песне. И происходящее в этом городе лишь отдельная часть ужасных событий, поблекших за собой тысячи смертей. По официальным данным, число погибших советских солдат за период более чем девятилетнего присутствия во времена войны в Афганистане составило свыше 15 тысяч человек. Из них 14 тысяч 427 бойцов, которые погибли как в результате боевых ранений, так и от болезней и несчастных случаев. В статистику безвозвратных потерь еще не включены 417 человек, пропавших без вести или попавших в плен в период боевых действий. Войска из Афганистана были выведены 15 февраля 1989 года. Сегодня это дата памяти и скорби. Сегодня, наверное, мы не будем обсуждать, зачем эта война была нужна. А сегодня будем вспоминать тех молодых ребят, солдат, сержантов, офицеров, прапорщиков, которые мужественно исполняли свой долг. На этой территории. И будем поминать те 15 тысяч молодых ребят, которые пропали без вести или вернулись на родину грузом 200. Среди них есть и наши земляки в вечную память. Митинг в Сергийске посетили представители районной и поселенческой администрации, а также общественные организации и просто неравнодушные жители муниципалитета. В числе основных участников – сами свидетели страшных событий, вернувшиеся на родину по окончании войны. Время идет. Тогда мы защищали. А сегодня, чтобы молодые, вроде как на примере, учились маленько, воспринимали, знали, что такое родина. И тоже защищали наш Сергийский район. Свою родину, во-первых. А уже потом большую. Она состоит из, вся наша родина из маленьких клочков. На митинге еще раз вспомнили о боевых действиях в Афганистане. Вспомнили земляков, ставших участниками этих сражений. Почтили память всех невозвратившихся минутой молчания. Окончил сейчас памяти возложением цветов. Валентина Поликарпова, Дмитрий Сурков. Для информационной службы телеканала «Радуга-3». Об афганской войне говорили вчера и в стенах сергевской секции самбо. Беседу с юными воспитанниками провел участник тех событий Владимир Жигулев. Он рассказал ребятам о времени, проведенном в Афганистане. Дети же, в свою очередь, продемонстрировали гостю свое мастерство. Владимир Владимирович Жигулев – наш земляк, житель поселка Суходол. В 80-х годах прошлого века, будучи юным парнем, он стал одним из участников страшных событий в Афганистане. С тех пор прошло 29 лет, но дату вывода войск помнят все, в особенности тех, кому довелось пережить те дни. О тех событиях мужчина вспоминать не любит. Признается, это очень тяжело и забыть это невозможно. Но с молодым поколением делится с удовольствием. Не всем, конечно, а только некоторыми историями. Сам-то я служил почти в горах, на границе Афганистана с Ираном, в правительстве Герат, в маленькой крепости Чикав. Напротив нас стояла более огромная крепость, Душманский крепорайон, назывался он Шершавей. То есть, я эти дороги помню, я все обходил там пешком. Инициатором встречи выступил тренер секции самбо Мавлютов Рамиль Резгатович. Мероприятие, посвященное памятной дате, он организовывает вот уже на протяжении 10 лет. Мужчина уверен, что общение его подопечных с ветеранами укрепит дух, поможет в патриотическом воспитании. И, что немаловажно, сделает их знания истории родной страны более глубокими. Это большая передача опыта молодежи. Они вот рассказали о своей жизни во время войны, то, что проходило у них в Афганистане. Это поучительно для детей, потому что сейчас многие в школе по истории этого не расскажут. А это очевидец этих событий, и это очень интересно для детей. Ребята тоже не остались в стороне. В ответ на рассказы Владимира Жигулева они продемонстрировали ему свое мастерство. Показали, чему научились за время занятий в секции. Дали возможность оценить свою подготовку к предстоящей службе в рядах российской армии. В конце собравшиеся сделали общую фотографию, а воспитанники Рамиля Мавлютова преподнесли ветерану подарок. Валентина Поликарпова, Александр Жуков для информационной службы телеканала «Радуга-3». Ближайшие выходные подарят жителям нашего района сразу несколько интересных событий. Так, в субботу утром на центральной площади состоится традиционная ярмарка сельскохозяйственной продукции «Серьевская Ярица». Вы сможете реализовать продукцию собственного производства и приобрести экологически чистые продукты питания повседневного спроса от ведущих сельхозпредприятий района. Начало ярмарки в 9.00. Далее, в этот же день на площади Серьевска состоится большая праздничная программа, посвященная Масленице. Продлится она до самого вечера. А в воскресенье Масленицу встретят уже в Суходоле. Начало суходольских гуляний в 13.00. На этой неделе стартовал второй круг чемпионата Серьевского района по мини-футболу. В первом матче сошлись команды «Нефтяник» и «Ветеран». Первые ведут борьбу за медали высшего достоинства, вторые же сейчас числятся явными аутсайдерами. Мини-футбольный марафон перевалил за экватор. Нынешний сезон один из самых продолжительных, и завершиться он должен лишь в начале апреля. Пока в турнире лидирует энергия, ни разу не испытавшая горечи поражений. Ее преследует «Нефтяник», имеющий в пассиве одну неудачу, и «РН-сервис» с двумя поражениями. Ветеран в этой группе не значится, команда потерпела за первый круг целую серию неудач, причем как от коллективов, которые превосходят по силам, так и от себе равных. Таким образом, из претендента на медали футболисты в синей форме превратились в одного из аутсайдеров. Впрочем, этому есть логическое объяснение. Ветераны слишком подвержены травмам. Не проходит и матча, чтобы кто-нибудь не выбыл из строя. Началось все с потери Алексея Абаимова. В последних же матчах повреждения получили Алексей Александров и Олег Бондарев. У последнего оно достаточно серьезное. Так что в данный момент команду тянут за собой Евгений Кузнецов, Сергей Содомов, Иван Данилов, Сергей Атьков и Павел Шепталов, играющие практически без замен. Естественно, ожидать от них каких-то запредельных результатов не стоит. Вот и в отчетном противостоянии против «Нефтяника» команда в синей форме выглядела достойно, но не более. Да, ветераны сопротивлялись как могли и даже в нападении создавали моменты, но все они разбивались о надежную защиту желтых. Голгипер Илья Ливбакин нейтрализовал угрозы, а нападение в лице Марата Таразанова и Сергея Махова терзало защитные порядки ветеранов. Уже в первом тайме исход поединка был практически предрешен. Четыре точных удара в исполнении футболистов «Нефтяника» сняли все вопросы относительно победителя. Во второй половине матча ветеран сопротивлялся как мог, и даже один мяч отквитал, усилиями Сергея Содомова коллективу удалось размочить результат. Тем не менее, на большее в этот вечер рассчитывать было уже нельзя. «Нефтяник» оказался гораздо сильнее и за оставшееся время лишь увеличил преимущество в счете. Финальный свисток возвестил об уверенной победе желтых 7-1. Хет-трик на свой счет записал Марат Таразанов, дублем отметились Кирилл Левин и Сергей Махов. «Нефтяник» одержал важную викторию и продолжает претендовать на медали. И сейчас команда находится и вовсе на первом месте, но по потерянным баллам уступает 3 очка энергии. «Ветеран» начинает вторую половину турнира снова с неудачи. Шансы на то, чтобы завершить сезон на мажорной ноте тают на глазах. Сейчас «Синий» находится на предпоследнем месте, имея в активе всего 3 очка. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». В завершении выпуска переходим к материалам наших губернских коллег. Передаем вам слово. На лицах педагогов нескрываемое волнение. Сегодня им ставят оценки. Словно результатов ЕГЭ, они ждут решения жюри. Из 21 конкурсанта финал учителя года Самарской области пройдет только пятеро. Выбрать лучших оказалось непросто. Более того, есть правило никогда не обсуждать конкурсантов. Мы все выкладываем только в протокол в виде проставления баллов. В этом году конкурс оказался очень сильным. И не было такого разрыва, как бывает иногда, между первым и последним. Все очень и очень плотно и решали десятые баллы. И эти десятые баллы решили среди лучших. Михаил Артамонов, преподаватель истории и общества знаний из Сызрани. Наталия Кагарманова, учитель начальных классов Тольяттинской школы. Екатерина Балькина, педагог информатики образовательного центра в Южном городе. В 2013 году первый раз я пробовала себя в роли учителя года. Не прошла в область. Это вторая моя попытка. И вот сейчас она наиболее удачная. У меня удачно закончилась. Я вошла в пятерку. В числе лучших и педагоги из Самары. Самая молодая участница – преподаватель французского языка Елена Смирнова. И учитель в четвертом поколении – педагог технологии Ирина Леонтьева. Бабушка у меня директор детского дома была во время Великой Отечественной войны. Дедушка преподавал более 50 лет партийные курсы, а мама была преподавателем техникума. Педагогический стаж моей семьи – 227 лет. К этому конкурсу я шла очень давно. Все конкурсанты успешно провели открытые уроки в незнакомых классах и приняли участие в педагогических советах. Но на этом испытания закончились не для всех. Теперь 16 педагогов могут вздохнуть с облегчением. А вот для пятерки лучших начинается новый этап. Уже завтра они должны будут презентовать свои мастер-классы и провести круглый стол образовательных политиков. Мария Шпакова, Александр Каракулько, Новости губернии. Сотни гектаров восстановленного леса, реконструкция питомников и тысячи тонн заготовленных семян. За серьезными цифрами в докладах ежедневный кропотливый труд, который никогда нельзя останавливать. Каждый здесь сидящий в зале понимает, с чего начинается лесное хозяйство. Лесное хозяйство начинается с питомника. Один из крупнейших, Федоровский, удалось полностью реконструировать как раз в 2017 году. Именно такие искусственно выращенные склады посадочного материала позволяют восстанавливать природные леса. В минувшем году удалось разработать все горельники, территории, по которым прошелся огонь. Основная их часть оставалась еще серией крупных пожаров 2010 года. Практически на всех этих территориях проведен полный комплекс лесовосстановительных работ. Уже с 2018 года мы будем готовы поставлять посадочный материал, саженцы, не только для нужд своего лесного хозяйства и предлагать главам муниципальных образований, а может быть и для реализации на сторону, для того, чтобы закупать то, что мы сами не выращиваем. Еще один важный фронт работ для лесников – подготовка территории к чемпионату мира по футболу. Только рядом со стадионом «Самара-Арена» общими усилиями была расчищена зеленая зона площадью 35 гектаров. Теперь территория рядом со стадионом похожа не на невнятную лесополосу, а на настоящий пейзажный парк. В порядок приводят и посадки вдоль въезда в областной центр. Эту работу продолжат и после окончания Мундиаля, впрочем, как расчистку и восстановление лесов всего региона. Кирилл Козин, Алексей Гриднев, Новости губернии, Кенельский район. В этом доме никогда не бывает тихо. Детский смех – главный капитал Ирины и Александра Фадеевых. Простые работники водоканала из Похвестнево воспитали двух родных, а сейчас ставят на ноги семерых приемных детей. Живут, не бедствуют, но каждая копеечка на счету. Все идет на образование и досуг. Поддерживает и государство. Все-таки 7,5 тысяч рублей на каждого ребенка в месяц – солидная прибавка в бюджет. Пять лет назад образцовой семье город подарил двухэтажный коттедж, а на днях ценные подарки Фадеевым вручило руководство региона. За чаем рассказывают – все увлечены спортом. Футбол, стрельба, шахматы, а кто-то еще рисует и моделирует. Все условия в городе созданы. Школ у нас очень много. Есть спорткомплекс, есть стадион. Сейчас строится бассейн. Вот должны, наверное, как-то, я так думаю, по-быстрому они его запустить. То есть тут детям есть занять себя. Социальное самочувствие жителей зависит в первую очередь от обустроенности, развития экономики территории. Похвестнево – один из восьми малых городов региона. В последние годы здесь накопилось немало проблем. Дороги и многие детские сады требуют ремонта. Молодежь покидает родные края из-за дефицита рабочих мест. Аналогичная ситуация и в других муниципальных образованиях. Перспективам их развития было посвящено расширенное областное совещание. По мнению Дмитрия Азарова, сейчас нужно предпринять эффективные управленческие решения, а местами и экстренные меры поддержки. За последние пять лет объем инвестиций в экономику малых городов упал на 17%. Мы знаем, что отложенный экономический эффект от инвестиций – это примерно 3-4 года. И, к сожалению, при таких темпах инвестиций рассчитывать на то, что мы получим импульс значительный, ускоренное, опережающее развитие, в общем, сегодня не приходится. Если мы не предпримем с вами эффективных, разумных и результативных мер уже сегодня. Системно и комплексно взглянуть на свои болевые точки попытались сами городские власти. Право оживить экономический нерв малых территорий они оставляют за правительством региона, которое, по их мнению, может железной рукой привлечь инвестиции. Это определение роли каждого города в территории организации производства и расселения, а также в приоритетных направлениях развития каждого города. Перевод производственных мощностей из больших городов в малые позволит увеличить производственный потенциал последних и создать благоприятный инвестиционный климат. Кивать в сторону областного центра, конечно, позиция удобная, но малым городам стоит и самим определиться, в каком направлении двигаться. К сожалению, сейчас только Чапаевский кенель утвердили стратегии своего социально-экономического развития. Во многом из-за инертности руководство остается нерешенным комплекс проблем. Износ объектов ЖКХ, неблагоустроенные дворы, переселение граждан из ветхоаварийного жилья. Так, на совещании Дмитрий Азаров в онлайн-режиме нашел квартиру в Новокубишевске для нуждающихся в переселении. Я зашел на Авито сейчас, Сергей Васильевич, запишите адрес, вот я вам скажу, квартира в Новокубишевске, значит, стоимость ее получается 32 852 рубля за квадратный метр. Купите там, не морочьте голову. Или хотя бы думайте, кому вы хотите голову морочить. И чем я раньше занимался. Я понимаю этот вопрос актуален для Самары, например, пересмотра цены, но не для малых городов. Дмитрий Азаров призвал тщательно проанализировать возможности, конкурентные преимущества и перезагрузить механизмы управления. В частности, будет реформирована система стимулирующих субсидий для малых городов. Сейчас создана межведомственная рабочая группа. Она разрабатывает проекты, которые придадут импульс для экономики конкретной территории. Так в Похвестневе может запуститься производство керамических стройматериалов и электрозащитных средств. Новокубишевск может стать центром для новых газохимических предприятий и работать по тематике солнечной энергетики. Жигулевск – уникальный город для развития туризма. Чапаевск является уже опробованной площадкой для производителей автокомпонентов. Также в документ будут включены мероприятия по развитию здравоохранения, образования, культуры и спорта, по решению вопросов экологии, ЖКХ, а также приоритетному президентскому проекту – комплексному обустройству городской среды. В рамках приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды», принятого в 2017 году по инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, в 2018 году восьми малым городам будет выделено 162 миллиона рублей на эти цели. В ходе совещания свои предложения по развитию малых городов высказали представители крупного и малого бизнеса. Речь шла о предоставлении налоговых льгот и мер поддержки предпринимательства, подключении к сетям. Все предложения взяла на карандаш рабочая группа. По некоторым проблемам Дмитрий Азаров дал конкретные поручения. Следить за их исполнением будут обязательно. Мы должны с вами вместе создать условия, чтобы жители этих городов также видели и понимали перспективы вместе с нами, трудились над их воплощением жизни. Власти, бизнес и жители могут направить свои предложения по поддержке муниципальных образований в правительство региона до 10 июня. Общая стратегия развития для всех муниципалитетов области будет утверждена 30 сентября. Малым городам такой документ необходимо принять раньше. На сегодня все. Далее прогноз погоды на завтра. Информационная служба продолжает следить за развитием событий. В студии был Дмитрий Сруков. До свидания. Завтра, 17 февраля, на территории Сергиевского района ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха минус 8 градусов. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность 67%. Ветер южный 3 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова